телеканал самара гис совместно с ветеринарным центром флагман вет начинают новый уникальный проект зоопатруль мы будем рассказывать о животных попавших в непростые ситуации и о людях которые им помогают какая бы ситуация ни была но это не повод убивать животное каждое живое существо имеет право на жизнь и мы как ответственные люди должны просто берегать их и заботиться я не могу пройти мимо раненого животного человеку человек сам себе может помочь а животное себе помочь не может не могу хорошо относиться к людям которые обижают братьев наших меньших они тоже заслуживают право на жизнь в самаре есть люди которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки если им нужна помощь бездомному животному не только дадут крышу над головой но и окажут медицинскую помощь проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью за восемь лет работы сотрудники центра флагман вет спасли сотни животных вот одна из таких историй ветеринары и волонтеры теперь главные в жизни аркадий но еще год назад эта собака боялась подходить к людям ведь именно человек поднял на нее огнестрельное оружие в результате аркаша лишилась нижней челюсти чтобы спасти аркашу ветеринарам пришлось решиться на сложную операцию из-за того что помощь подоспела поздно шансов на то что все пройдет благополучно было мало ветеринары поняли что нижняя челюсть через которую прошла пуля сохранить не удастся многие нас отговаривали коллеги от того чтобы это делать говорили о том как она будет жить кто будет и как за ней ухаживать и конечно же мы прошли огромный путь мы решились на эту операцию и для всех стало каким-то просто воодушевлением невероятным когда на следующий же день после проведения операции она попробовал сама пить воду после операции люди столкнулись с другой проблемой ведь аркаша из-за ранения долго не могла не есть не пить поэтому была сильно истощена и постепенно постепенно каждую неделю мы делали замеры сколько она набрала каждые 100 грамм это была победа когда она нам 100 грамм худела у нас была трагедия любимица аркаши стала ольга датикашвили именно она готовит ей еду и кормит трижды в день консервы блендере делаем пушку запариваем все вместе ну иногда что-нибудь такое свое тоже но человеческое сосисочку на фоне потому что же хочется также если мы масолики тоже раздаем собачкам вот у нее тоже есть свой масолик вот она лежит его облизывает языком тоже думать что получается аркадия несмотря на полученную травму чувствует себя полноценной собакой и защитником человека друга во время прогулки храбро охраняет свою территорию от маруси собаки живущей по соседству хотя та прибегает с желанием поиграть но это из чувства благодарности к тем кто спас ей жизнь а вообще аркаша очень добрая и даже котятам позволяет спать на своей подстилке она думает что она сейчас нас будет защищать и вот она не понимает что она не может этого сделать это она кидается прямо в бой вот бесстрашно очень история этой собаки трогательно и по-своему уникально случаи когда животные после подобной травмы практически полностью адаптировались можно пересчитать по пальцам не только в россии но и в мире поэтому кличку четвероногая пациентка получила особенно как-то мне сразу это пришло в голову как только я узнала о ее истории аркадия такая мифологическая древнегреческая область в которой по легенде была достигнута гармонии между миром природы и миром человека и мне захотелось заложить действительно какой-то смысл в это имя потому что мы все к этой гармонии стремимся но аркадия яркий пример того что она не так легко достижим как хотелось бы аркаша совершенно неприхотлива в жизни учитывая молодой возраст а ей около полутора лет она готова стать домашней и быть очень верным и привязанным к хозяину другом желающие стать хозяевами аркадии могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра флагман вет по телефону 8 917 817 39 19 они расскажут и научат как ухаживать за собакой случае когда люди причиняют животным боль к сожалению не редкость стоит помнить за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность человеку который хочет взять в руки оружие либо каким либо иным способом обидеть животное ему однозначно необходимо задуматься о последствиях о том что за данные противоправные деяния предусмотрена уголовная ответственность в том числе и в виде лишения свободы максимальный срок наказания за жестокое обращение с животными составляет пять лет лишения свободы в рамках проекта зоопатруль корреспонденты телеканала самара гис будут вместе с волонтерами выезжать туда где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывать как спасают животных